Добрый день, дорогие друзья! Это программа «100 вопросов». С вами Диана Кавелла, и сегодня у меня удивительный гость, знаменитейший боксер, абсолютный чемпион мира среди профессионалов, Костя Дзю. Константин, здравствуйте! Добрый день, Диана. Я очень рада приветствовать вас на Ульяновской земле и знаю, что в Ульяновске вы не впервые. Чем вам известен наш город? Может быть, чем-то уже запомнился? Я сюда приехал первый раз, даже не помню. Если моей сестре было годика 2-3, она младше меня на 6 лет, мне было лет 9-10. Я помню, мы ходили в музей Ленина. Я очень хорошо помню берега Волги, где мы носились с больших откосов. Я очень хорошо помню дохлую рыбу. Какие чудесные воспоминания. Вот у вас воспоминания. У меня все в перемешку. И хорошее, и доброе. Какой у вас любимый город России? Нет. С каждым городом, который я люблю, определенные хорошие и плохие воспоминания. Но я сейчас живу в Москве. Я не могу сказать, что я его очень сильно люблю. По той причине, что он тяжелый город. Мне он очень нравится. Но это тяжелый такой. Он не любит слабых совершенно. Любое послабление уничтожит тебя сразу. А сейчас я нахожусь далеко в Крыму. Там маленькое место. Маленький городок. Не буду говорить какой. Чтобы точно до меня там не добрались. Я построил себе дом. Достраиваю дом. И там будет просто супер. Мне надоело все. Взял билет. Приехал. Спрятался у меня здоровенный забор. Без колючей проволоки, конечно. Но... Полное уединение. А у вас часто бывает свободное время, Константин? Ну, если считать вот таких выходных дней, в этом году может быть парочку. Это совсем мало. А я хотела с вами поговорить о том, как вы проводите свободное время. Есть ли у вас хобби? Получается, что вы все время... Ну, хобби. Я люблю готовить. Любимые блюда? Я люблю готовить мясные блюда. Причем на огне. Мне это нравится. Я получаю удовольствие. И бывает какие-то там... Еще что-то. Я сам... Мне хочется делать это самому. Жизнь... Я не скажу, что меня избаловало каким-то образом, но... Мне повезло, что я много всего видел и имел в жизни, поэтому... В этом отношении избалованы. Но я получаю удовольствие от... Никто меня не трогает. Вот в этом кайф. Я понимаю, о чем бы. Помимо мясных блюд, вы вот любите сладкое. И никогда себе в нем не отказываете. Отказываю. Как это не отказываю? А когда отказываете? Когда очень хочу, я говорю себе, стоп. Сегодня не получишь. Это зачем? Это формирование характера. А почему вы мне не разрешили формировать характер? Ты же не хотела. Я тебе говорю, ты же не хочешь. Хочу. А, так ты наоборот сказал, ты не хочешь. Я не хочу, это и есть. А почему я не буду? Вот так вот. Сегодня не получишь. Сегодня интервью с Костом. А я наоборот подумал, ты не хочешь. Я говорю, вот надо заставить себя. Часто ли спортсмену нужно себя ограничивать? В чем угодно? И вообще куютный характер. Уметь говорить «нет» определенным вещам, это нужно учиться с детства. Была же сегодня на моих мастер-классах. И самое главное, что я сегодня пытался преподнести и обучить ребят, это умение перебарывать свое «не могу». А оно формируется только в определенных тренировочных процессах. Что с этим связано? С любым делом. Вот совершенно с любым делом. Вот можно, исходя из этого, такой вопрос, Константин. Ведь вы тренер. Я наставник. Я люблю. Я больше это слово люблю. Из-под вашей опеки, тренерства вышли такие известные боксеры, как Александр Поветкин, Денис Лебедев и многие другие чемпионы. Можете сказать три самых главных правила формирования победителя, лидера, чемпиона? Уметь полностью отдастся этому своему делу. Второе, не жалеть себя. Жесткое немножко, но это только для действующих спортсменов. Для достижения цели нужно быть готовым умереть. Вы этим руководствовались, выходя на ринг? У меня всегда это было правило. Я выходил на ринг и был готов умереть на ринге. Жестко. Жестко. Жестко, но по-другому никак. Константин, вы начинали с любительского ринга, а ваш Тим, сын, начал с профи. Ну, он, видите, вы не все знаете, по-моему, Тимошу. Он провел около 30 боев, в одном проиграл. И вот как раз этот бой, когда он проиграл, остановил его карьеру. Он получил травму, очень тяжелую травму, руки. У него брали пункцию из бедра, чтобы нарастить кости. И вот он прогул из-за этого. В общем-то, из-за этого проиграл. И ушел с бокса. Ушел совсем. Но это было в тот момент, когда я уже практически полностью перебрался сюда, в Россию. И оставил я свой зал ему в управление. Он пришел в зал и засосало. Находиться с детьми, находиться каждый день в боксе, затянуло. Затянуло таким образом, что в один день он мне сказал, пап, как ты думаешь, если я перейду в профессионал и начну? Ну, я только поддержал его. Он участвует в чемпионатах? У него 30-20 декабря бой с очень хорошим соперником. Ему победы. Он провел 15-16 боев. Хорошо идет, хорошее продвижение. И дай бог. Константин, может ли быть такое, что однажды Тим будет защищать честь России, а не Австралии? Он защищает прежде всего честь свою. Профессионалы не выступают за какую-то страну. Они выступают за себя. В этом есть разница. Я жил в Австралии, я не выступал за Австралию. Я выступал за себя. Кстати, в 92-м году вы переехали в Австралию. Почему Австралия? Там тепло? Только лишь? Нет. На Ямайке теплее. Как сказать. Я там выиграл чемпионат мира по любителям. И то предложение, которое я получил сразу по завершении чемпионата, ну, я называю так. Мне сделали предложение, от которого не смог отказаться. Я поняла. Скучаете сейчас по Австралии? Да. Долго привыкали к левостороннему движению? Я долго привыкал к правостороннему движению, когда вернулся обратно. Вот это сложно уже было. Какой вы в езде любите притопить? Я умею это делать. Но? Но я стараюсь ездить очень аккуратно. Я помню рекламную кампанию, лицом которой вы были. УАЗ Патриот. Да. Скажите, вы ездили на этом автомобиле? Как он вам? Я даже с огромным удовольствием ездил на этом автомобиле. Они каким-то образом перестали, закрыли взаимоотношения. Я говорю, я сейчас живу в Крыму уже полгода. Я говорю, давайте мне, привезите машину. Я с удовольствием покатаюсь там на ней. Но не смогли не довезти мне ее туда. То есть вы заказали в Крыму? Я с удовольствием. Понимаете, как вам? Вот сложно объяснить некоторые вещи людям, которые видели меня где-то там высоко. Я простой человек. И иногда люди это не могут понять. Они воспринимают меня просто как звезду. И все. А то, что я просто могу быть просто... Вот я говорю, я прожил сейчас полгода в Крыму. За полгода я два раза одел кроссовки. Босым ходили все? Я ходил босиком. Ходил в тапочках босиком. Чтобы выехать сюда, мне пришлось ехать делать маникюр-педикюр. А зачем? Потому что у меня все страшное было. Поэтому мне совершенно без разницы, как вот сейчас. У меня было много всего очень дорогого, богатого. Начиная от автомобилей, часов, ювелирки, домов. Все что угодно. Я сейчас нахожусь и получаю кайф просто от жизни. От каких моментов особенный кайф? Ну, одет. Ну, это, конечно. Хоть они... Это же можно говорить, да, жопы такие? Такие жопы, что это кровь. А в чем проявляется эта жопность? Жопность в чем проявляется? Не слушаются. Балуете? Да. И получаю кайф от этого. Восприятие... Вот они не знают, кто такой папа. Я имею в виду. Что это такое, да? Они не понимают, когда там приходят люди. Для них они там случайно увидели меня где-то там на улице. Они там приходят, не верят. Вот такое. Для них папа есть папа. Я кайфую от этого. Я кайфую от того, что... Вот я говорю, меня не узнают, мне хорошо. Мне это хорошо. Это сложно объяснить, потому что... Я иногда пользуюсь своим именем для того, чтобы... Чтобы легче было. Конечно. Облегчить себе жизнь. А иногда специально не делаю для того, чтобы... Вот тут ничего не делаю. Вот тут просто хочу быть... Попробовать как все. И я получаю от этого кайф. Как вы восстанавливаете энергию, настроение, ресурсность? Как это вы расслабляетесь? Я не напрягаюсь. Понятно. Ну, тем не менее. Тем не менее. Вот я провел полгода на земле, копая огород, выкорчевывая там всякие деревья, ломая стены, стелил там, плитку делал. То есть труд, крестьянский труд. Я этим не занимался. Я не был... Я не строитель. Меня жена ругает. Куда ты там это делаешь? Я говорю, ну я же не строитель. Я помочь могу помочь? Сломать? Пожалуйста, смогу. Ну, не судите меня строго. Я нанимаю людей для того, чтобы они делали работу. А я помогаю им. И мне не зазорно совершенно делать определенную работу, которую многие считают, что это... Это как кто-то говорит, царь. Было интервью, помните, может быть, в самом начале царь-царь. И меня потом много там критиковали за счет... В свое время я был царем. В том отношении, что я делал. В этом отношении, что я делал, а не как я жил. Это разные вещи. У вас пятеро детей. Да. Самые маленькие четыре. Да. Все ли они на спорте, Константин? Нет. Только один старший сын. Тим. Тимошка, да. Почему остальных? Второй сын, Никитос, он учится, и у него очень хорошо получается. Он дизайнер, строитель домов. На всем творчестве. Творчество. Очень хорошо у него заканчивает университет сейчас. Дочка сейчас, Настенка, идет, поступает в этом году в университет. Какой? Медицинский. Вау. Медицину захотелось ей. Ну, а там Сашке шесть, маленький еще. А малышке четыре. А малышке четыре. Я столько наелся спорта в своей жизни. Что детей хотите оградить? Нет, не хочу оградить. Это их решение. Вот придет момент, когда они скажут, я хочу это делать. А считаете ли вы нужным, Константин, чтобы родители в какой-то момент настояли на том, чтобы ребенок занимался спортом, ходил в секцию? Как нет, если у ребенка может не проявиться желание? Он в гаджете. Вот это есть, забрать гаджет и попытаться найти, потому что, правильно сказали, нынешний ребенок, они в четыре года знают, как пользоваться компьютерами, которые залазят в этот самый, я им один раз сказал пароль от своего телефона, они знают его. У меня все мои телефоны заполнены этими самыми играми, всякими ACPC, что-то у меня там нету. Я не успеваю свой телефон разгружать. Ну как показать детям палитру спорта, чтобы у них был выбор, и все-таки они к нему склонились? Показывать? Нет, я прежде всего, на своем примере, я занимаюсь каждый день при них. У меня целая куча всяких снарядов, которые они видят, и они видят, что я занимаюсь. Своим примером можно. Пускай подрастут, пускай кайф пал в этой жизни. Понятно. Совсем недавно мне попалась информационная сводка о том, что в России около 10% задействовано в спорте, фитнесе, в джиме. Вы считаете, это нормальное количество? Это ненормальное, это очень мало. Почему наши люди не занимаются спортом? Мотивации нету, лентеи. Какая может быть мотивация? Быть здоровым. На одного места. Люди перестали любить самого себя. Прежде всего, научиться опять любить самого себя. Пускай это будут какие-то пафосные слова, но мы живем же... Быть здоровым, это не только для себя, а для страны. Конечно. Это не пафос, вот совершенно для меня. Константин, вы снимались в одной рекламе, где рекламировали противовирусные лекарства. Скажите, как вы себя предохраняете от модного нынче кошмара, коронавируса, ОРВИ? Так. Масочка. Знаете, я был в Крыму... Там носят маски? Там я в дом никого не пускал. Самоизолировался. У меня полностью изолированный дом. У нас полтора метра дистанция, так что все нормально. Я полностью изолировался от людей. Вы вообще за лекарства, за химию или против? Я против химии, но лекарства в это нужны. Константин, покажите, пожалуйста, свою косичку. Кое-кто из девчонок с ринга спросил у меня, а она есть еще? Есть. Обрезание не было произведено. С 19 лет она с вами, так? Получается сколько-то 30 лет. Менялись мастера, города страны, но косичка все время при Косте Дзю. Не так много мастеров у меня за всю мою жизнь, кто прикасался к ней. А сами вы до сих пор не овладели мастерством? Я умею, но криво. Вот когда безвыходные ситуации, когда там три дня, скажем, я уезжаю на три дня, то на третий день мне уже надо будет переплетаться. Тогда я каким-то образом... Все понятно. Спасибо, Константин. Вы не только недосягаемый спортсмен, величина, эталон. Вы еще и действительно очень теплый, открытый и простой человек. Спасибо вам огромное за интервью. Спасибо. Спасибо.